Девочки, мои дорогие, всем здравствуйте! Хочу вам сделать небольшой обзор акций новичка в текущем каталоге и показать вам ароматы, которые компания будет дарить за первую покупку до 26 марта. Вообще, подарки у компании Фаберли каждый каталог очень достойный и хороший, но в этом это вообще что-то особенное. Смотрите, идет сразу 8 ароматов на выбор, среди которых вы сможете выбрать один за первую покупку до 26 марта в текущем каталоге. Здесь 4 мужских аромата и 4 женских, причем что ароматы дорогостоящие и очень интересные. Если говорить о женских, это Зара Эль Сахра и Эль Хазна, это восточное направление, они очень стойкие, очень такие шлейфовые ароматы с серьезным таким очень интересным запахом. И два легких таких весенних, это Элисар, зеленый искристый такой аромат, и водичка от Биоси, тоже зеленый такой свежий аромат. Мужский Глориус, очень достойный, тоже восточный. Вот этот, кстати, я мужской не слушала, как-то до него у меня руки не дошли. И вот этих два аромата, Бест Брос, Геймдей и Уан Уэй, они есть здесь у меня на пункте выдачи, я вам сейчас их покажу и расскажу о них. Давайте начнем с мужских. Я, кстати, недавно делала опрос в своем телеграм-канале, ссылочку на него оставляю внизу под этим видео, и спрашивала у моих подписчиц, что они выберут, женский аромат или мужской, и прописала в опросе все восемь ароматов, и почему-то было 50 на 50 между женскими и между мужскими. Так что наши дамы удивительно заботятся о своих мужчинах, даже готовы для них брать подарки вместо себя. Поэтому смотрите, значит, первый аромат, давайте покажу вначале, в какой упаковке они приходят, вот такая крафтовая, очень красивая коробочка, прям подарочный вариант, одной рукой мне не очень удобно открывать, но в принципе видно, и в этой коробочке внутри находится аромат. Вот этот первый, это Бест Брос, Уан Уэй, аромат сладковатый, но оба этих аромата, они такие достаточно ощутимые и долго держатся. Сладкий аромат на мой вкус, на то, как я его ощущаю, он скорее подойдет такому взрослому мужчине в возрасте, даже скорее всего, ну таким уже взрослым прямо людям, серьезным. А вот этот аромат Бест Брос Гейм Дэй, тоже такая крафтовая, посмотрите, коробочка интересная, вообще очень даже приятно держать в руках. Вот этот аромат, он мне пахнет, во вкусном смысле пахнет дымом и черносливом. Вот как-то прям такой ансамбль получился ароматов, очень приятный, и хочется им прямо, как говорится, унюхаться, такой больше он в свежую сторону, особенно когда развеивается на рубашке, очень приятно пахнет. Мне мальчишки тоже мои пользовались, пробовали, я на них его разнюхивала, мне очень понравился. И он подойдет как и юным мальчикам, так и тоже взрослым мужчинам. Очень удобная такая изогнутая, посмотрите, изогнутый флакон, удобно держать в руках, ну и смотрится так себе стильненько. Вот эта вот крафтовая бумага и коробка, мне очень нравится, такая вот печать здесь как будто бы сделана. Игра нарисована, надо разбираться, что это за игра. Здесь у нас, это наверное этот бейсбол или как его, а здесь боксерские перчатки. Ну в общем идеальный такой вариант, прям мужской-мужской. И если бы я выбирала из этих двух, то я бы взяла вот этот синенький. А так уже дальше смотрите, сами читайте по описанию, это моя рекомендация. А из женских ароматов у меня здесь есть два. Во-первых, три у меня есть в коллекции. Это Эль Хазна, это Джема и это Зара. И Зара идет, подарок новичкам в этом каталоге, и Эль Сахна. Вот этих два других зелененьких, о которых я говорила, у меня здесь на пункте выдачи нет. Они такие свежие, искрящиеся, такие зелененькие запахи. Но вот эти два это что-то. Во-первых, Эль Хазна, он взял награду. То есть лучший аромат, наверное, 22-го года. А этот, он очень похож мне, по крайней мере. Очень близок к красной Ренате. Очень интересный аромат. Во-первых, они шлейфовые. И по стойкости, ну не знаю, с кем они сравняться. Мне кажется, это самые стойкие ароматы из тех, которые есть в компании Фаберлик. Вплоть до того, что они держатся по несколько дней. И вещи, да, если одежда пахнет этим ароматом, то ее придется потом для того, чтобы нанести другой, скорее всего, постирать. То есть они не смешиваемые и очень долго держатся. Вот этот аромат Эль Хазна, он похож на Маглера Энджел, то есть классику. Очень глубокий, очень такой интересный, раскрывающийся. Он имеет несколько ступенек, да, по раскрытию. И действительно очень вкусный. И на волосах потом такой шлейф. Вообще обалденный, мне они очень нравятся. Но они, конечно, не на каждый день. Если каждый день такими парфюмами пользоваться, то окружающие люди вас могут просто не понять. То есть такой праздничный, как праздничное платье. В праздничном платье мы каждый день не ходим. И вот этот, он тоже очень интересно раскрывается. Но оба эти аромата, нужно понимать, что они на любителя. Опять-таки, как я сказала, каждый день их не поносишь. Вот каждый день можно носить пурту жур. Каждый день можно носить новиночку шанти. Кстати, по поводу шанти, я хочу забрать свои слова обратно, которые я писала под описание к видео, где я показывала эту новинку. Мне показалось вначале, что он совсем такой неинтересный, какой-то вообще непонятный. Наверное, сыграл момент, что реклама была настолько обширной, настолько громкой этого аромата, что ожидалось от него, наверное, что-то похожее вот на эти. Потому что эти звучат так громко, что запевают вообще все. А этот нежный, он держится совсем чуть-чуть, правда, буквально пару часиков, и его уже на теле не чувствуется. Поэтому, наверное, его нужно носить летом и носить с собой еще и в сумочке. Поэтому он такой вот нежный прямо очень аромат. Но потом я его расслушала, распробовала, и он действительно такой приятный. Те, кто любит нежные поверхностные запахи, шанти, это вот самое то. Легкий-легкий такой для настроения. Потом пурту жур, это тоже легкий такой зеленый аромат. В общем, им можно пользоваться на каждый день. На каждый день еще подойдет валькирия. Он такой сладковатый слегка, но тоже скорее к свежим относится, ароматам. И что еще? Зефирка. Тоже такой легенький, свеженький, ни к чему не обязывающий такой ароматик. Потом, что тут у меня еще есть? Из моноароматов очень нравится мне яблочко. И вот все, кто ко мне приходит на пункт выдачи, я всегда рекомендую его послушать, потому что он такой из категории, что нравится всем. То есть он не может не понравиться. Он действительно очень такой легкий, вкусненький. Он и не сладкий, и не свежий. Он что-то такое посередине. В общем, наверное, все знают, как пахнет яблоко. Вот оно пахнет яблоком. Очень такой достойный аромат. Потом, что тут у меня еще есть? Ну, бергамот. Понятно, вот хоть и любят, и часто заказывают, но бергамот пахнет бергамотом. Лилия пахнет... Сирень пахнет сирененью. Вот там мандаринка пахнет... Вот я даже не знаю, мандаринка мне, кстати, не нравится. Но, опять-таки, на любителя я вот как-то брала их для себя, поэтому я ее сюда отнесла не особо. И здесь у меня еще стояла Рината зеленая. Ринату я отнесла домой, потому что я Ринату тоже разслушала, распробовала. И мне Рината так понравилась, и теперь я пользуюсь ей. Хотя Рината у меня простояла дома, наверное, год. Зеленая именно Рината. Еще из любимчиков это Дона Филича. Это цитрус. Это апельсинки такие. И он очень похож на осень. Я Дона Филича пользуюсь всегда осенью, когда вот желтая такая листва, вкусно пахнущая, когда солнышко такое осеннее светит, когда такой уже иногда теплый, иногда прохладный ветерочек. Но вот Дона Филича как-то вот на это время года, и он у меня даже прямо ассоциируется с осенью. Поэтому для того, чтобы не сбивать свои какие-то приятные настрои, я в другое время года Дона Филича не пользуюсь, но пользуюсь только осенью. Но это тоже один из любимых моих ароматов, и он очень и очень такой достойный. Рекомендую вам обратить на него внимание. Как-то я начала с акции новичка, да, и перешла на другие моменты. Вот. Ну а в принципе, по акции новичка, если вы хотите серьезный, серьезный такой дорогой ощутимый аромат, то из женских я бы вам порекомендовала вот этот синенький брать. Который Эльхазна. Очень классный, праздничный и действительно стойкий. То есть настоящий, прям такой парфюм. А если о мужских говорить, то предлагаю вам взять Геймдей. То есть вот это тоже синенький. То есть синенький Эльхазна и синенький мужской. Вот между этими двумя. Если уж выбираете, то берите. Рекомендую. Думаю, что не ошибетесь. Так, и еще сегодня маленький анонс. Вот мне приехало столько здесь коробочек. Вот, конечно, не мои. Это я на полной выдаче. Но нижняя коробочка здесь моя. Я приеду домой, заберу ее и буду для вас снимать обзорчик. Там у меня есть новинки. Так что ждите новое видео.